В собрание, пожалуйста, садитесь. Если у вас сегодня есть ваши Библии, я надеюсь, что вы их принесли. Я прошу вас их открыть на первой книге царств, глава 3. Это глава, которую мы начали изучать уже две недели назад. Я хочу поприветствовать всех, кто присоединился к нам в прямом эфире. Хочу поприветствовать и молодежь. И точно так же церковь, которая слушает сейчас нас в прямом эфире из Дисота. Я благодарен Богу за каждого из вас. На прошлой неделе мы в церкви, по всей церкви, 52 человека крестилось. 52 человека крестилось, слава Господу. Молодежь, среди молодежи еще один человек крестился. И я хочу призвать вас сегодня всех, что если Господь призывает вас креститься, то, пожалуйста, поговорите с нами. И помните, что воды крещения готовы для вас каждые выходные. Если вы хотите креститься, вам надо обязательно будет поговорить с пастором. И мы сделаем все возможное, чтобы вы крестились, чтобы не было никаких у вас барьеров к тому, чтобы креститься по мере того, как вы хотите слушаться Христа во всем. Когда мы начали изучать эту книгу, в начале этой главы, в особенности, нация израильская столкнулась с темнотой, потому что слово Господне было редким. И Господь посылает суд против Илья и его детей. Господь не говорит к народу, не обращается к народу. Господь молчит. И вот нация фактически сейчас сидит и вкушает последствия своего греха. И вот посреди этой темноты, этой тьмы, но лампа Божья, она не угасла, свет Божий не погас. Потому что кто верен? Самуил. Самуил верен. Его посвятила его мать. И он верен именно в том, где Господь поместил его. Он не пытается манипулировать обстоятельствами. Он просто поклоняется Господу. Он служит Богу. Он верен Богу. И вот Господь обращается к нему. Хотя интересно, что Самуил вначале не знает, что именно Господь обращается к нему. Господь говорит с ним. И это пророческое явление, потому что он никогда этого не ощущал. Потому что Господь к слуху обращается. Самуил. И вы помните, как Самуил идет к Илье. И Илья в конечном итоге понимает, что это Господь говорит его. И вот третий раз уже в конечном итоге Илья понял, кто обращается к Самуилу. Это Господь Бог. И вот сейчас он берет и фактически передает эстафетную палочку. Господь забирает у нее у Ильи и отдает Самуилу. И вот интересно, что Илья не жалуется, не жалуется в отношении того, что Господь решил сделать. И вот он дает руководство Самуилу и говорит, что когда в следующий раз Господь обратится к тебе, и ты скажи ему те же слова, вот Господь говорит, твой служитель, твой слуга слушает. И я сомневаюсь, что Самуил заснул или заснул, потому что наверняка они ожидали, что же Господь проговорит. И вот мы с вами начнем с 10 стиха. Но я хочу напомнить вам, два принципа вырисовываются здесь, проявляются. Первое, Самуил показывает нам, что значит быть успешным, дорога, которая ведет к успеху. Вы слышали много раз, как я вам говорила, опять-таки, Господь гордым противится, от смиренным дает благодать. Или я со своими сыновьями в своем восстании против Бога, в своей гордости. Господь отвергает их, и Господь идет совсем по другому направлению. Я хочу, чтобы вы знали, что если сегодня вы горды, если вы восстаете против Бога, я вам хочу сказать, я хочу предупредить вас, что грех ваш найдет в конечном итоге. И вам придется отдать ответ за свои действия. Но если вы кроткие, посмотрите, что Господь поставляет, дает благодать верным. Те, которые кроткие, это то, что произойдет с Самуилом, Господь его возвысит. То же самое мы видели происходило между Саулом и Давидом. Такая же ситуация. Господь напоминает нам, мы с вами должны быть людьми, которые постоянно говорят о Боге. Я, Моисей, он был пророчеством, но в отношении быть, здесь мы видим, что именно то, что происходило с Самуилом, происходит с Самуилом. Они проговаривают ко всей нации, ко всей нации. И вот мы видим, и вот инаугурация Самуила происходит. Фактически то же самое, что произошло с Моисеем, где мы видим, как Господь поставляет людей и проговаривает к ним. И именно так, что они слышат это. И вы видите это в Исаии, в Иеремии, в Езекииле и в других пророках. И вот здесь происходит инаугурация пророков. И даже в послании к евреям говорится, что Господь проговаривал к пророкам, сейчас проговаривает нам через сына своего. И вот Самуила поставляют на то, чтобы стать пророком, говорить о пророке, кто самый главный пророк. В конечном итоге это будет Иисус Христос. И нам дается Слово Божие. 66 книг Библии. Нам дается Слово Божие. И именно вот таким образом мы с вами служим Господу таким образом. Мы не провозглашаем о будущем, хотя мы, да, знаем книгу Откровения. Но мы с вами, как и Самуил, мы в темные времена живем, где мы стоим между людьми и Богом. И говорим, что вот так говорит Господь, и мы приводим людей ко спасению. И интересно, что как мы с вами должны быть именно ораторами в отношении того, как говорить Божье Слово. Это мы находим то, что происходило с Самуилом. Спасибо тебе, дорогой Господь, за то, что ты договорил к нам, ты говорил к нам, к нашим сердцам. Помоги нам сейчас отложить полностью, что отвлекает нас, чтобы мы услышали голос твой, чтобы мы не пытались найти подтверждение того, что мы уже делаем, но чтобы ты в действительности изменил нас, чтобы ты вылепил нас в тех, кого ты хочешь видеть. Помоги мне проповедовать только в том, что является твое Слово Божие, чтобы я со всей четкостью правдой провозглашал Слово Твое. И помоги нам хвататься за твои обетования, веря, что Слово Твое не останется без плода. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пришел Господь и стал и возвал, как и в тот, и в другой раз, Самуил, Самуил. И сказал Самуил, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Вот мы видим здесь, что же здесь происходит, как выглядит то, что Господь проговорил к Самуилу. И я вам хочу сказать, и зачастую я вам скажу, самые простые вещи, просьб будет самыми главными вещами. Вот то, что главное, то, что простое. Я вам хочу сказать, что человек, который говорит людям, будем говорить о Богом, он не пытается думать о слове, которое проговорено к нему, он на основании своего какого-то интеллекта. Но Господь говорит к Самуилу. И это явно видно, что это Божественное Слово Божие гораздо больше, чем Иль, чем Самуил. И здесь, вот опять-таки, чтобы мы не говорили Богу. Это очень важно, кем Он является. Но чтобы Он Сам нам говорил, кем Он является. Вы знаете, как меня раздражает, когда люди, особенно в социальных сетях, и люди говорят, вы знаете, как я думаю, кем является Бог? И я вам хочу сказать, меня не волнует, что вы о нем думаете. Мы не диктуем, кем является Бог нам. Бог Сам заявляет о себе и говорит о себе, кем Он является. И мы не можем знать о нем, если мы не знаем Слово его. Опять-таки, Самуил здесь не пытается здесь как-то именно изобразить, кем является Бог на основании своего интеллекта. Нет, Бог приходит к Самуилу, Самуил слушает и будет проговаривать сла, которые были сказаны. Это наша работа, это наша задача. Мы не должны людям говорить наше мнение, выражать наше мнение, какие-то наше понимание Бога. Мы должны людям говорить о том, что мы читаем Слово Божие, и то, что Бог говорит в Слове Божии, мы должны передавать другим людям. Это то, что здесь и происходит. Господь приходит к Самуилу, Самуил приходит, получает Божественное Слово и передает его людям. 11. Сказал Господь Самуилу, вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит у того зазвенитого в обоих ушах. Я задумываюсь об этом, я пытаюсь поставить себя на место Самуила, и если мне только что Иль сказал, что вот Господь призывает тебя, возвращайся в кровать, Господь проговорит. Да, Господь говорит, потому что слуга твой слушает, потому что я бы, наверняка я бы подумал, я не могу даже и не могу дождаться, услышать, что же Господь скажет мне. Я вам хочу сказать, я вам гарантирую даже более того, что то, что думал Самуил, это не то, что, скорее всего, произошло. Мы с вами не можем изборочно смотреть на Божие Слово. Вот Господь говорит это, Господь, наверное, проговорит нам это. Господь делает то, что ему, то, что он считает нужным. И здесь говорит Господь, вот прямо сразу, посмотрите, как вам не нравится Господь вообще, как бы вот абсолютно спокойно говорит о том, что произойдет в будущем. Мы должны помнить, что Господь все контролирует. Господь находится, Господь надо всем. Самуил, я сейчас тебе скажу то, что я буду делать в будущем. И сейчас зазвенит в ушах у людей, не в ухе, в ушах. Очень-очень интересно, что говорит это в обеих ушах. Не только в одном, тут прямо будет звенеть, звенеть в ушах. Я вам хочу сказать это серьезно. То есть тут сурово то, что вот мы сейчас видим. Мы не пытаемся кому-то говорить слова, которые они хотят слышать. Нет, и это не то, что говорится здесь. Вот я вот тебе скажу, ты делай, что хочешь. Нет, я скажу тебе то, на что люди очень рассердятся и, может быть, даже разозлят. Сейчас людям это не понравится, потому что я буду говорить о суде. Но, может быть, вы подумали бы, но это ничего плохого, если речь идет о суде, предположим, филистимлян. Потому что даже, вы знаете, мы когда Богу подходим к молитве, мы просим, чтобы Господь изменил обстоятельства нашей жизни, когда Господь прежде всего желает изменить самого человека. Не обстоятельства, а самого человека. И мы узнаем, что в конечном итоге с филистимлянами эта ситуация будет очень серьезная и довольно мрачная. И вы видите, что скажет здесь Господь. Вот что говорит Господь. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну, я окончу. Я объявил ему, что я нахожу дом его навеки за ту вину, которую он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздавал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек. Здесь первое, что Самуил должен сказать Илия, то есть первое, как говорит Господь, Господь говорит Самуил, вот фактически своему отцу, человеку, который фактически стал ему отца, что я сурово накажу Илия и его дом. Это первое, что говорит Самуил, первое, что говорится Самуилу. Здесь говорится вовек, это говорится вовек два раза, то есть это действительно сурово. И давайте будем говорить о суде, потому что сейчас я буду судить Илия и грехи его детей, буду судить грехи его детей, которые он не поправлял, потому что нету больше никаких приношений, невозможно загладить эти грехи. Нету уже больше, невозможно загладить, то, что происходит, загладится жертвами, не загладится это. И здесь, посмотрите, когда священник грешит, невозможно очищать самого священника. И интересно, что здесь, но были такие грехи священников, да есть были священники, делали, грешили, которые можно было принести очищение, как бы они делали это в невинности, они не знали, что они грешат. Но здесь не происходит это. Здесь показывается, что они четко знали, от чего ожидал от них Господь, но при всем при этом они пошли и делали то, что священники, делали то, что им было угодно. И невозможно здесь за такой грех, когда священник знает, что надо делать и не делает, нету жертвы, которая загладила бы такие грехи. И даже более того, они абсолютно здесь, они были настолько нечестивы, что их даже не волновало то, что люди приходили и просили, чтобы Господь простил их через их жертвы. И это не волновало, это с презрением относились Илья и его дети. Когда вы презираете, когда вы отказываетесь от Божьего спасения, нет уже больше никакого альтернативного способа, чтобы искупить вас. Нету никакого очищения, нету никакого абсолютно омывания, не могу сказать это слово, чтобы омыться вам. Но то, что здесь говорится, если вы отвергаете Иисуса Христа и его жертвенную смерть, то, что он умер за вас, если вы отвергаете Бога, его спасение, нету больше никакого способа, чтобы вам спастись. Вот о чем здесь идет речь. И вы скрепили свою, фактически скрепили и утвердили свою судьбу, то, что произойдет в будущем. Это не то, что, ну знаете, что я хочу попасть на небеса, но это не будет через Иисуса. Нет у вас такого, не такой возможности, такой опции нету. Вы стоите перед выбором, либо от, либо от небеса. И попасть на небеса можно только через Иисуса, потому что нету другого имени данного людям, через которого мы могли бы спастись. И никто к отцу не приходит, как только через отца. И если вы идете по жизни без того, чтобы обратиться к Иисусу, постоянно отвергая его, вы тогда укрепите вашу, вскрепите, вы фактически покажете, что с вами будет в будущем. Это то, что и произошло с Офней и Финиесом. И это то, что произошло с Ильей. И здесь Самуил, к Самуилу дается возможность пойти, и не только невозможность, ему дается фактически приказание идти и сказать Илье о том, что будет с ними, что будет вечное наказание за их грех. Что вы должны знать, что Самуил? Самуил, конечно же, видел греховность Офни и Финиеса. Он знает, что они виноваты. Он видит и знает, что он сделал. И вот они осуждены. Одно дело знать, что человек осужден, знать, что он виноват. Но совсем другое, это когда что-то идти и сказать, что человек согрешил, что человек виновен, и что человек осужден. То есть вы знаете, здесь, конечно, знал Самуил о грехе Офни и Финиеса, или теперь Господь говорит, скажи им теперь об этом. Это тяжелая задача. Зачем Господь посылает их на это? Зачем они это делают? Он сказал, почему Самуил? Почему именно Самуил? Почему Господь ставит Самуила в эту позицию? Ильи, ты должен сказать, что сейчас вы будете осуждены, ты со своими детьми вечно будете осуждены. Вот почему мне кажется. Потому что Господь знает. Самуил, если ты будешь моим пророком, то тогда ты должен будешь проговаривать истину, даже тогда, когда ее трудно говорить, даже тогда, когда людям будет трудно ее слышать. Господь посылает Самуила на то, чтобы послать его, увидеть его верность, чтобы провозглашать истину вне зависимости от исхода событий. Будешь ли ты верен в том, на что я тебя посылаю? Что делать тебе? Но я должен знать, что ты будешь провозглашать мою истину, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. И вот мы смотрим, мы видим Самуила, мы видим точно так же из Исаи. Что произошло? То, что происходит с Самуилом, происходит из Исаи. Потому что Исаи говорит, что я человек, который со скверными устами. Он знал, когда Господь пришел к нему, но точно так же его углем с жертвенника коснулись, и этот грех был удален от него. И в конечном итоге это был вопрос задан. Кто пойдет и будет провозглашать то, что я говорю? И Исаи сказал, я, вот я, возьми меня. Тебя будет презирать. Ты понимаешь? Понимаешь, сколько мне провозглашать? Сколько мне провозглашать? Разве нравятся такие вещи делать, говорить? Исаи, ты будешь это делать, пока ты не умрешь. Ты готов провозглашать трудную, тяжелую истину, вне зависимости от того, как люди будут отвечать на твой призыв, на твое провозглашение. И то же самое происходит в жизни Самуила. Это красивая картина. Что значит быть используемым Богом? Это значит, ты должен быть верным, ты должен быть служителем, вне зависимости от твоих трудных обстоятельств. Даже если это какое-то самое низкое служение. Но если ты хочешь, чтобы Бог тебя использовал, тогда ты должен провозглашать его истину, вне зависимости от последствий и обстоятельств. Пятнадцатый стих. И спал Самуил до утра. Я вам хочу сказать, наверное, Самуил даже не хотел выходить, просыпаться, выходить из кровати, потому что он знал, какая задача принадлежит ему. Он знал, что он должен предстать пред Ильем. И вот он должен прийти в дом Божий, в Скинию. И отворил он двери дома Господней. Боялся Самуил объявить видение своему, видение сия Илью. Он боялся. Я так благодарен Богу, что именно показал, что Самуил боялся. И мне это, я вам хочу сказать, для меня это служит утешением, потому что даже я, будучи пастором, сколько бы раз я не благовествовал, и у меня всегда немножко страх в сердце. И я вам хочу сказать, если ты человеку, любому неверующему, задашь вопрос, если ты предстанешь пред Богом, что ты скажешь ему, чем ты можешь оправдаться? Люди начинают перелистывать, список фактически перечислять вещей, насколько они хорошо. И я тогда понимаю, мне становится очень тяжело, потому что я понимаю, что я должен сказать этому человеку. Тебе кажется, что ты хороший человек, но ты нет, ты грешник. И ты согрешил против Бога Вечного. И ты являешься объектом Божьего гнева. И я вот что скажу тебе? Это тяжелая правда, которая поделиться нужно, необходимо с людьми, особенно с людьми, которыми ты любишь, которых ты любишь. Но Божий пророк, Божий человек, тот, кто провозглашает Божию истину, и вестник, Божий вестник, перед тем, как ты можешь человеку сказать хорошую, благую весть, вы должны им сказать плохую, принести весть, что они грешники. Они являются грешники. Почему им нужен Иисус, Его благодать? И говорил Павел когда, молитесь за меня. Если у вас не о чем молиться, молитесь за меня. Молитесь за меня, чтобы я мог провозглашать истину Божию со всей смелостью тайной, которая мне надлежит провозглашать. Вы молитесь за меня, чтобы я быть смелым. Павел, апостол Павел, который терпел кораблекрушение, которого били плетками, которого камнями бросали. Если Павел говорит о том, что ему нужна смелость, то подумайте о том, что делает сатана. Сатана внедряет страх, страх в сердца людей. И я хочу вам сказать, что сатана больше всего боится, когда люди верующие говорят о Боге, и их невозможно остановить. 16 стих. Но Ильи позвал Самуила и сказал, сын мой, Самуил, тот сказал, вот я, и сказал, что же Господь тебе сказал, что проговорил, не прячь от меня, и даже сказано тебе, не скрой от меня, то и то пусть сделает с тобой, о Господе, еще больше сделает, если утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе. Или я тут фактически бросаю этот вызов Самуилу. Если ты хоть что-то сокроешь, если ты хоть что-то утаишь, то ты будешь таким же виновным, как и я. Истина, и только истина, должна быть провозглашена. И объявила мой Самуил все, и не скрыл от него ничего. Вы знаете, мы когда читаем эти истории, мы знаем, как начинается, как заканчивается каждая история, но Самуил не знал, как Илья. Илья отреагирует на это сообщение. Представьте, это может человек, которому мы проговорили, мог тебя просто избить после этого, и сейчас он стоит по вере, и только ему дано Божье слово, только обетование, присутствие Божие, и он по вере говорит истину. Вот это вера. Вот это вера. Вера это, когда ты желаешь выйти из комфортных обстоятельств, делать, и делать то, к чему призывает тебя Господь, где у тебя есть только обетование Божие и Божие присутствие с тобой. И здесь Самуил не скрыл, не утаил ничего. Это наша задача. Мы не скрываем ничего. И я хотел бы вам сказать, что это легко сделать, но тот, который я помещал в себя, я только что говорил, как с моей точки зрения, как тяжело проповедовать. Каждый вечер, каждое утро, перед тем, как мне вам проповедовать, и каждый вечер, когда проповедовать по субботам, у меня трепещет сердце, но я молюсь и прошу, чтобы ты, Дух Святой, провозглашай через меня то. Просто я трепещу, потому что я просто сам по себе просто курица. И я, потому что если я не буду осторожным, я просто уйду от Божьего Слова, я не буду проповедовать вам тяжелую, суровую правду Божьего Слова. Вы знаете, есть времена, когда есть искушение просто сказать человеку то, что человеку хочется слышать вместо истины и правды. Это в действительности большое искушение. Вы знаете, где я больше всего, где больше всего я это чувствую? Это на похоронах. Когда на похороны я езжу, дается возможность проговаривать, говорить о том, о человеке и благовестовать. И, скорее всего, там есть люди, которые никогда не заходили в церковь. И мы всегда говорим с семьей заранее. Мы хотим предупредить семью. Чтобы они знали, что идет. Я хочу сказать, я был на похоронах, где я чувствовал духовную работу, духовную войну больше, чем когда-нибудь в другое время. И так трудно сказать именно о Божьем Слове. Потому что я вам хочу сказать, но больше, больше, более эффективно говорить Евангелие, когда человек мертвый лежит перед вами, и сказать человеку, хочешь иметь вечную надежду, ты хочешь иметь вечную жизнь, вы поверьте Богу, но при этом надо рассказать о том, что некомфортно, что люди грешники, потому что мы все окажемся на сметром Андрея в один прекрасный момент. Но мы все трепещем, у нас у всех сердце колеблется, но мы все должны это делать. Несколько мужчин, отцов взяли наших мальчишек, мы поехали в Уганду, и мы поехали туда, в лагерь беженцев, и вот мы поехали с нашими детьми, 13 лет наших мальчишек было, у нас была группа 15 человек, мы отцы со своими детьми, и вот мы пошли разговаривать с людьми, которые никогда не слышали Евангелие, и они знали, что в этом мире, если вдруг ты обратишься ко Христу, то будут серьезные последствия для этих людей, живущих в мусульманской стране, и человек, который вел нашу группу, говорит, why, твой сын провозглашал Евангелие? Он говорит, нет, и он мне задал вопрос, зачем ты его тогда привел сюда? И вот, на следующий день мы с переводчиком собрал, мы с переводчиком группа людей, и я вам хочу сказать, мы, опять-таки, это, когда мы были действительно в лагерях беженцев, у них не было ничего, жуткие условия, и я вам хочу сказать, люди, которые стояли с, которые, которые действительно мужчины, которые с оружием стояли там, анистазные, построили себе какие-то, какие-то же хижины, пытались построить. И вот стоит переводчик, и Вайет, мой сын, 13-летний, и Вайет, тогда мой сын, сказал истину, я думаю, как мне бежать оттуда, а мой сын, не зная, как отреагируют люди, он сказал, что вы, вы, мужчины, мужчины, огромные стояли, и стоял 13-летний парень, и говорил о том, что они грешные, и что есть только единственный способ, способ, способ обратиться к Богу, три человека обратились к Богу, три человека обратились к Богу, и мальчишка, который мой, говорил о Иисусе, это не сила пришла от него, от меня, это от Бога, и Господь учил меня в тот момент и всех людей, что когда речь идет о Евангелии, не отступайте, я буду с тобою, чего бы тебе не стоило, я должен знать, когда больше всего давления будет оказано на тебя в жизни, что ты не угаснешь, что несмотря ни на что, до последнего вздоха твоей жизни, ты будешь говорить об Евангелии, или говорит, он Господь, что ему угодно, оттуда сотворит, вы знаете, мне где-то то, почему мне не нравится смс-ки посылать, потому что не знаешь, как человек реагирует, вот тут точно так же мы не знаем, как Илья ответил, а, ну может быть, это Господь, пусть что хочет, то и делает, но мне не кажется, но мне не кажется, это то, как отреагировал Илья, потому что мне кажется, что он Господь, мне кажется, что он со всем поклонением, и если Господь угодно судит, пусть он судит, потому что воля его самая важная. Пусть Господь делает то, что Ему угодно сделать Пусть Господь прославит себя Господь прославит себя в моем послушании Или в моем непослушании И это хороший урок для каждого из нас Господь, Иисус будет прославлен Либо в вашем послушании, либо в непослушании Лучше, чтобы это было в вашем послушании И вот мы видим Мы видим Бога Мы видим Бога, то, что Господь Егова, Он великий Бог. И мы видим, и возрос Самуил, и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его неисполнившимся. И узнал весь Израиль, от Дана до Версави, что Самуил удостоен быть пророком Господнем. Посмотрите, как возрос Самуил. Это хорошее напоминание, мы видим это. Это третий или четвертый раз говорится здесь, что Он возрастает, что Он достоин был пророком. Вы знаете, чтобы нам возрасти в нашей вере, чтобы стать взрослым в нашей вере, это не происходит за один вечер. Я вам хочу сказать, Слово Божье плюс время плюс послушание равняется взрослению в Господе. Это Божье Слово. Вы должны знать Божье Слово. Недостаточно просто знать даже Божье Слово. Будете ли вы послушны, и не только послушны Божьим Словием, и будете ли вы слушаться Слову Божьим год за годом, месяц за месяцем, тогда это означает, что мы будем возрастать в Боге. Чем больше мы с вами растем в Боге, тем больше мы будем говорить «да Богу», и тем меньше мы будем говорить «да греху». Я вам хочу сказать, что здесь возрастает Самуил. Если мы с вами не будем осторожны, то мы тогда попадем под тенденцию того, чтобы сказать, что «да нет, Самуил с самого начала быть смелым». Нет, он возрастал в вере день за днем, месяц за месяцем, год за годом. И посмотрите, здесь абсолютно благословение, благословение начинает изливаться на нацию израильскую, потому что Слово Божье провозглашается. В притчах говорится, что нету видения без Слова Божьего, потому что нету, есть, если нет Слова Божьего, нету благословений Божьих. И здесь есть человек, который провозглашает истину Божью, потому что истина Божья говорит нам о том, что мы должны знать о Боге. Это кем мы являемся, кем мы призваны являться посреди тьмы, посреди темных дней. Это тогда, когда Слово Божье редко было. Это похоже на те дни, которые мы сейчас, с которыми мы живем, где Слово Божье редкое, потому что Господу необходимы мужчины и женщины, которые будут пребывать в Слове Божьем, которые слышат Его голос, и которые не боятся идти в весь мир и провозглашать всему миру истину. Истину не говорит, что какая твоя правда, моя правда. Да не наша и не ваша правда, а Божья правда, которая абсолютно безграничный стандарт, стандарт, который мы применяем к своей собственной жизни, где говорится, что и суверенный, и святой Бог, который вечный, он троица, который проговорил, и мир стал существовать, вселенная была образована. Он говорит, кем являемся мы? Мы абсолютно беспредельно дороги Богу, но и при всем при этом Библия говорит, что мы испорчены, потому что грех вошел в мир, и все изломано и разрушено, и мы все согрешили, все, мы все лишены славы Божьей, и мы все заслуживаем смерти, ада, потому что грех, это то, заслуживает смерти. Но Господь настолько возлюбил Бог, настолько возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего возлюбленного, единородного, чтобы Он умер за нас, чтобы не просто какое-то спасение, чтобы Он нам единственное спасение дал, чтобы каждый, кто обратится через покаяние к Нему по вере, этот человек был спасен, потому что ваши грехи забываются, вы становитесь новым созданием, новым человеком, новым созданием в Иисусе Христе. Господь дает вам обетование небеса, присутствие с Иисусом вечно. Но если вы откажетесь от Бога, если вы откажетесь от Бога, как единственного способа спасения, тогда вы будете навсегда отлучены от Бога и будете пребывать в месте, где называется, в месте, которое называется адом. Ад, не отвергайте Бога, знайте истину Бога. И если мы действительно вас любим, и мы вас любим, и мы поэтому говорим вам истину. В конце служения мы всегда даем вам возможность обратиться к Богу. Я делаю это каждое воскресенье с 2010 года. Дается возможность обратиться к Богу. Был человек в Алабаме, который обратился к Богу. Для него было тяжелое путешествие обратиться к Богу. Много трудностей он испытал. Один раз я с ним общался, сидел, и я ему сказал, нелегко тебе. Он сказал, да. Да, Господь, нелегко, пастор, нелегко. Но он посмотрел на меня со слезами и сказал, но я никогда не сожалел о том, чтобы последовать за Иисусом. Тяжело вам слушать. Тяжело слышать вам слова, которые я говорю вам. Но если Господь зовет вас, послушайте меня, как бы тяжело вам не было, вы никогда не будете сожалеть о том, чтобы последовать за Ним. чтобы вы пошли за Ним. Господь будет с нами. Если мы будем доверять Ему и Его слышится, Он покажет нам столько благословений. Хотите знать, какие благословения? Радость. Радость. Хотите знать, какую радость вы получите? Благословение. Радость. Будет дана всем, всем, кто доверяет Ему и слушает Его и идет за Ним. Нету другого пути, чтобы доверять и слушать Его. Слушаться Его. Спасибо тебе, Отец, за то, что даешь возможность послушать Слово Божие, которое провозглашает истину. Истина того, что мы, того, что мы грешники, и ты, святой Бог, истина заключается в том, что спасение только в Иисусе Христе, который умер за нас. Если сейчас ты работаешь в чем-то сердце, я прошу тебя, пожалуйста, коснись этих людей, обрати их к тебе в покаянии, по вере обратились к тебе, доверяя себя к тебе, что ты простишь, ты поможешь, ты простишь грехи. Помоги нам быть смелыми, верующим, как Самуилу, смелыми в том, чтобы провозглашать Слово Божие. Да, нам может быть трудно в ситуациях, как бы тяжело, нам трудно не было. Помоги нам не сдаваться. Помоги всегда говорить только истину. Мы нашу жизнь вверяем в себе. Свою жизнь вверяем в тебе. Ты даешь нам обетование. Помоги, чтобы мы были людьми, которые постоянно говорят твою истину в мире темном, чтобы весь мир познал благословение, истину и обетование Божие. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Если у вас есть вопросы по поводу веры, выходите. Хотите поговорить с пастырами? Выходите. Хотите присоединиться к нашей церкви? Выходите. И если Господь стучится в ваше сердце, выходите. Хотите вы помолиться? Хотите помолиться с места? Хотите помолиться с пастырами? Сейчас ваше время. Но знайте одно, что вы никогда не будете сожалеть о том, чтобы последовать за Господом нашим, Иисусом Христом. Аминь. Аминь. Аминь.